Четыре обстрела зафиксировано на Луганщине. Под минометным огнем оказались окраины сел Золотое и Трехизбинка. За время боевых действий население последнего сократилось на две трети. С теми, кто остался в своих домах, пообщалась Елена Гончаренко. Еще два года назад в Трехизбинке проживало более 6 тысяч человек. Сейчас осталось всего две. Раньше люди выращивали овощи и фрукты, продавали продукты в Луганске и Славяно-Сербске. Это был основной доход местных жителей. Но сейчас эти города не подконтрольны Украине. Помидоры, картофель, редис – все это Михаил уже посадил. Вот только куда поедет продавать овощи, не представляет. На неподконтрольной территории ни ногой, а в ближайшие украинские города далеко не выгодно. Будем мазить на базар, если будем, то покупать. Если не будем, выкинем. Народ брал, где они были. Все-таки шахтерский край, людей где не водили, сейчас нема. Война все разобьется. Заработка лишилась и эта женщина. Вместе с супругом они переехали из неподконтрольного Луганска. Там занимались ремонтом обуви. Найти работу в трехизбинке не могут. Спасает только огород. Там и киоски, и оборудование, и все. Если бы хотя бы привезли мы свое оборудование, так здесь так, хоть понемножку. А так, ну кому? Вот живем на тысячу пенсий. Находиться долго на улице люди не могут до сих пор. Где-то за селом слышно минометный бой. Огонь открывают в основном под утро. Через ночь. Особенно, когда у них ракция происходит. Те уезжают. До свидания говорят. Другие приезжают. Доброе утро говорят. Новый вызов для украинских военных. Снайперы. Все чаще они стреляют в позиции амармейцев. Последний раздавали о себе знать несколько дней назад. Движение периодически происходит. У них тоже служба идет. У нас тоже служба идет. Украинские военные говорят, на провокации не отвечают. На всякий случай тренируются и укрепляют позиции. Елена Гончаренко, Константин Царинок, Валерий Яковенко. Специально для телеканала Донбасс.